У нас очень оживленно прошла сессия областного собрания. Какие интересные вопросы там обсуждались? Мы бы хотели рядом этих вопросов поделиться с нашими телезрителями, так как вопросов действительно много. Здравствуйте! Здравствуйте! Любопытно, что на прошедшую сессию так и не был вынесен закон о ранних браках во втором чтении, чтобы принять его. Ну и закон, собственно говоря, предполагал, что будут разрешены браки с 14 лет на территории Архангельской области. Это тем более удивительно, что пока в Архангельской области инициировался этот закон, например, в Чеченской республике, где испокон веков ранние браки были, в общем-то, почти узаконены, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил против ранних браков и заявил следующее. В результате ранних браков девушки, которые сами по себе являются детьми, становятся юными матерями, которые не умеют готовить, ухаживать за своим ребенком. Этим вопросом должны заниматься все – духовенство, телевидение, радио. А во Владимирской области, кстати, такой закон и вовсе отменили. Но сегодня мы бы хотели поговорить еще об одном законе, тоже вызвавшем резонанс, и на этой сессии, к счастью, принятом. Это закон о миссионерской деятельности. На этой сессии был принят закон о миссионерской деятельности, который мы внесли с Екатериной Позеевой. За законопроект проголосовало 35 депутатов «За», 1 депутат «Против», воздержалось 12 и не голосовало совсем 5 депутатов. В областное собрание, между тем, к сессии поступило очень много писем, как писем поддержки, так и писем с критикой. В частности, письма поддержки мы получили от христиан, как православной церкви, так и протестантов и католиков. Кроме того, к нам обратились с поддержкой и все остальные традиционные религии. Это представители ислама, иудеи и буддисты. Но у нас были ведь и те, кто высказался против. Тоже это такие. Против высказались свидетели Иеговы, баптисты, адвентисты 7 дня, евангелисты, а также наши коллеги депутаты областного собрания, Второй и Эммануилов. Ну и озвучим несколько высказываний тех и других. Например, митрополит Архангельский Холмогорский Даниил сказал следующее. Большинство сект, действующих на территории области западного происхождения, и их адепты преследуют прежде всего цели политические. В сфере их внимания находится в первую очередь Плесецкий район, где располагается единственный российский космодром, и город Северодвин, центр оборонной промышленности России, а также экономически развитые южные регионы. Ну и высказались, как мы уже говорили, те, кто были против. В частности, баптисты заявили следующее. Евангельские христиане-баптисты в Архангельске не могут всем своим членам выдать необходимые удостоверения, чтобы они могли распространять религиозные убеждения. Это вдвойне удивительно, что организация, которая распространяет такое количество литературы и распространяет ее бесплатно, качественной полиграфией, не может найти необходимых средств для того, чтобы выдать совсем простенькие удостоверения своим членам. Ну здесь я, наверное, хотел бы добавить, что эти все организации, которые выступают против, у нас, в общем-то, финансируются Соединенными Штатами Америки или из-за рубежа. Огромные деньги тратятся на литературу, на цветную литературу, которая раздается абсолютно бесплатно жителям нашего региона, в который нас призывают верить не в одного Бога, а в другого, по всей видимости, американского. Мы проводили опрос по данному законопроекту в социальных сетях и зачитаю вам результаты этого опроса. Социальная сеть ВКонтакте. Да, 92%. Нет, 0. Затрудняюсь ответить. 8. Социальная сеть Facebook. Да, 68%. Нет, 19%. Затрудняюсь ответить. 14%. Таким образом мы видим, что большинство людей, жителей Архангельской области, поддерживают данный законопроект. Ну и еще одна обсуждаемая тема, уже, в общем-то, не касающаяся сессии, но также взбудоражившая, в общем, всю Архангельскую область, это возможное строительство могильника радиоактивных отходов. Еще в прошлом году говорили о том, что Архангельская область, возможно, станет таким местом, но вот сейчас, в октябре, была тема поднята, но уже с большей конкретикой. Речь идет о полигоне на новой земле. Что, собственно говоря, мы знаем и предполагаем в строительстве? К нам приехал национальный оператор по обращению с отходами. Была встреча в правительстве Архангельской области, и они предлагали разместить хранилище для этих отходов на новой земле. Но для того, чтобы вообще начать эти работы, компания предлагала сначала заручиться поддержкой правительства, то есть должно получить разрешение от правительства Архангельской области, от депутатов областного собрания, и только после этого они смогут заниматься изучением этого вопроса, то есть проводить экологическую экспертизу, проводить изыскание на новой земле, рассчитать обоснованность экономическую этого проекта, и только после этого можно уже будет говорить о начале его строительства. Ну а в случае, все-таки, если будет принято решение о строительстве такого объекта, что этот объект может дать нашей Архангельской области? Как я уже говорил в самом начале, нужна финансовая база, нужны деньги, которые надо будет потратить, чтобы провести экспертизу, провести изыскательные работы и так далее. Чтобы получить эти деньги, для начала надо получить разрешение от правительства региона и от депутатского корпуса. После этого, когда появятся средства, будет проведена экспертиза и будет проведен весь перечень необходимых работ. И только после этого будет приниматься решение, если это действительно будет экономически целесообразно, они будут выходить уже с обращением, что они действительно хотят начать у нас строительство. Это, конечно, будет предусматривать в первую очередь общественные слушания. Компания заверяет, что проект будет стоить порядка 11 миллиардов рублей. Они готовы изначально привлекать наши компании, которые работают у нас в регионе, для строительства этого хранилища. О налогах тут речи пока не идет, но в то же время они готовы подписать соглашение между Росатомом и Архангельской области, которое будет включать в себя поддержание строительства, возможно, неких социальных объектов, что, конечно, будет обсуждаться еще только в перспективе. Ну то есть понятно, что, возможно, при подписании такого договора это будут строительства каких-то детских садов, может быть, школ, больниц, ну вот какой-то социальной инфраструктуры, естественно, не на новой земле, а где-то просто в части Архангельской области, чтобы жители могли этим пользоваться. Между прочим, в наших СМИ уже появились абсолютно ужасные заголовки, будет ли Архангельская область превращена в могильник и соответствует ли это на самом деле действительности. Вот вы как думаете, где сегодня хранятся радиоактивные отходы, которые есть на территории Архангельской области? Мне бы хотелось адресовать этот вопрос в первую очередь, наверное, нашим зрителям, ну и для понимания, раз они в Северодвинске, в общем-то, ну скажем, произведены, то там они наверняка и находятся. Так а где же сейчас хранятся радиоактивные отходы? Они хранятся в Северодвинске, на Мироновой горе и на предприятии «Звездочка». Нам фактически сегодня предлагают с Северодвинска эти отходы вывести и захоронить на Новой Земле. Кстати, пункт захоронения отходов сможет принимать отходы 3-го и 4-го классов. Что же это за отходы? Это спецодежда, ветошь предприятий, перчатки, тряпки, обувь, медицинские отходы, а не целые ядерные боеголовки, как у нас многие предполагают. И как раз эти отходы целесообразнее хранить подальше от нашей территории. Да, и при этом еще мы говорим о том, что все-таки эти отходы распространяют свои действия в течение 300 лет, так что, в принципе, конечно, жителям стоит задуматься, где все-таки лучше нам хранить эти отходы. У нас под боком в Северодвинске, ну или подальше на Новой Земле. Хотелось бы еще озвучить, что говорят наши лидеры общественного мнения по обсуждаемому вопросу. На мой взгляд, место для пункта захоронения выбрано крайне неудачное. Это юг Новой Земли. Говорит Юрий Барашков, общественный деятель, народный депутат СССР, выступавший в 90-е годы против строительства атомной электростанции у нас в Архангельске. На юге архипелага, по его мнению, благоприятные для хозяйственной деятельности условия. А такие объекты нужно строить в местах, дискомфортных для человека. Новая земля же должна быть возвращена региону. Ну, как будто я кто-то отнимал. Ее нужно оживлять. Ну, очень интересное мнение. Конечно, мы помним эту ситуацию, когда экологи добились, и атомная электростанция не была построена в Архангельской области. Тем не менее, что мы сейчас имеем? Цена на электричество самая дорогая в северо-западном регионе. Это сказывается в первую очередь на наших производствах, которые мы пытаемся размещать в регионе. То есть, была бы у нас атомная станция, возможно, и цена на электричество была бы гораздо дешевле. Ну, и особенно, если понять, что технологии давным-давно уже ушли вперед. И во всех европейских странах, и в других регионах Российской Федерации эти атомные электростанции есть. И после вот того инцидента, понятно, что все приняли максимальные, какие возможно были меры для того, чтобы этого не допускать. Чернобыльской ОСУ? Да, конечно. И к счастью, у нас после этого ни одной такой ситуации и не возникло в стране. Но есть и положительные комментарии по этому поводу. В частности, доцент кафедры химии и химической экологии САФУ. Говорит о безопасности. Отходы 3-4 класса имеют относительно низкую радиоактивность и опасны как раз в случае, если никак не изолированы. Их лучше хоронить поближе. Ведь процесс транспортировки представляет опасность. Ну, а мы тем временем хотели бы обратиться снова к нашим зрителям и сказать о том, что мы запускаем вновь социологический опрос в наших социальных сетях. На этот раз мы просим вас высказаться относительно того, надо или не надо все-таки на новой земле строить это захоронение. Или все-таки проще и лучше, чтобы оно хранилось в Северодвинске. Ждем ваших комментариев, как всегда, обсуждений. Как всегда, вы можете обращаться в наши социальные сети Facebook и ВКонтакте. Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. На экране телевизора вы видите наш электронный адрес. Пишите нам. Нам очень важно знать ваше мнение. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.